Безусловно, что я больше отношусь к специальным боксерам. Таким нокаутирующим ударом, конечно, меня сильно не обладает, как ярко выражает там пантера, ударник. Но универсализм, так сказать, это тоже неплохо. Быстро бегать могу. Но опять-таки, это все закладывается, ребята. Мы здесь хотим, мы этого или нет. Все, я буду игровиком. Я буду панчером, да? Я буду данником. Ребят, это заложено тебе уже природой. Определенный момент. По-моему, где-то недавно читал. Сборную Советского Союза, там Логутин. Ну вот, вот это сборная, как раз, сборная с Логутином. Они в Москве поехали на, это самое, проверять силомометр, новый. Какой там. И оказалось, олимпическая сборная, конечно же, и оказалось, что самый сильный удар оказался у легковеса, который Степашкин, да, нашел заслуженный человек, там по 750 килограмм. То есть он удары сильнее, там полутяжей и тяжей. То есть это заложено природой, определенная сила удара, определенная резкость, скоростные качества. То есть я уже говорил, мы... Мы идем... Всю жизнь тебе уже дано какой-то вот импульс, импульс, электрический импульс. Вот я подумал, сжать. Вот мой импульс, сигнал пробежал до кулака, от головы, со скоростью от 7 до 10 метров в секунду. В среднем. Ну, у кого-то больше, кто-то быстрее будет. То есть мне эта природа уже заложена. Но тренируя это заложено себе, я подвожу не лучше себя, я подхожу к своим максимальным возможностям. Мы не берем какую-то хилию. Так и... Так и сила удара. Она тоже определенное количество мышц, человека. Рокон там заложено, плотность. Плотность кости, плотность ткани мышечной, длина мышц. Это все же заложено, и мы постоянно идем к тому максимально, что тебе природа уже заложила. Отсюда и происходит. Кто-то играли, кто-то ударник. Ребят, я вот... Понимаю ли я, зачем приходят люди тренироваться? Я вот есть, у меня зал в Москве, да, зал в Москве. Люди приходят ко мне, скажем так, зачем, да? Ну, зачем, что-то он. Чемпионам Союза хочет стать такой невысокий. У него такие очки, и он обалденный юрист консульт или экономист. Чемпионам Союза пришел? Понятно. Естественно, да. Он пришел, чтобы получить определенный нарук, который где-то, у него нету на каком-то нарук. Ударить-то все могут. Да, он пришел научиться бить. Но в первую очередь, ребят, в первую очередь, я пропагандирую такую ситуацию, что человек, который занимается боксом, неважно на каком уровне, но ходит он и долбит этот мешок, он долбит эту грушу, он становится в пары. У него, в первую очередь, возникает такая ситуация, как адекватность реагирования на гадость, ящую тебе в голову. Не вот это, мама, это милиция, а уже каким-то уклончиком, отшагом. Ты уже в любом случае становишься вооружен, ты тренируешься, ты тренируешься в тело, а главное, самое главное, вы тренируйте свою психику. Вы становитесь реально, занимаясь боксом, ты становишься вооруженным человеком, у тебя кулакшат, у тебя не задумываясь, он летит в подбородок, еще куда-то ты уже бьешь. Ты можешь это уже сделать. Да, придут подраться, но если человек приходит заниматься боксом, чтобы обязательно кого-то выстегнуть в подъезду, то это уже не какое-то нездоровье. А чтобы уметь защищать себя и близких, и адекватно воспринимать, и просто быть увереннее, ну ты пистолетом идешь по улице, и пистолетом, ну да, тоже. Ребята, вот с детскими тренерами, я, вот в город, подскажите, тренер, вот там, в Санкт-Петербурге, еще где-то. Козловка, да, конечно, в школах, наверняка знакомы, встречались. В любом случае, я рекомендую, если вы ребенка хотите, чтобы он у вас занимался спортом, то ребенка нужно отдавать обязательно, ну, моем, я не усугубляю, что есть, ну, у меня-то уже не государственная структура, да, уже не работала, но работала. Есть с детьми, и все, то детей надо отдавать в государственные школы, там, где существует именно учебно-тренировочный процесс, дю США. Сейчас они не идут, уж они, немножко по-другому называются, ну, школы, именно детская, юношка, спортивная школа. Они сейчас по-другому немножко называются, потому что раньше они были все под образованием, а сейчас их перевели под министерство спорта, они сейчас по-другому, поэтому в государственную школу. Как приведать ноги к рукам? Какие подводящие упражнения? Ребят, все упражнения являются подводящими, да? Вот ты просто по улице идешь, вот ты подразмененную, или на месте мы отрабатываем, разминку утром делаем. Пожалуйста. Это уже, ты просто, да, ребят. Корень, вверх удар, все. Ты уже подвел ноги, ты дал сигнал ногам, ты дал сигнал шаг и уголок, ты толкаешься. Поэтому все упражнения, они уже являются и подводящими, и связывающими ноги с ударами, ноги с руками. Главное, чтобы выиграть принцип, что кулак не должен опережать вашу тушь. Даже когда ты падаешь, ты кела твою пошла, ты кулаком кидаешься, как бы за бездну. Ум, захотелось тебя достать, почему нет? Вопрос, почтальон, левый вопрос, когда, почему нужно ли в данной комбинации при левом голову сваливать? Сваливать что? Разрыв. Нужно ли в голову сваливать вправо, а при правом прямом к левому. Почтальон, левый, левый, справа. Могу назад, могу в левую, туда, левый, левый, справа. Могу разорвать дистанцию. Ребята, еще раз повторяюсь, нету такого, что только так. Здесь более сложное действие, более легко. Можно и так, и так быть в боксе, как и в шахматах. Прокатило, не прокатило. Ребята, момент еще такой. Разрыв связок, еще чего-то. Это к доктору, господа. Я тоже не сильно силен, в определенном там называют. Такой-то именик, такой-то. Доктор дал добро, плюс он тебе может расписать. В отличие от советского времени, такие есть методики восстановления физической подготовки. Поэтому, все это присутствие. Как нужно прогибаться на коленях? Низко, нету, низко, ниже. Ну, влетит тебе на уровне живота. Зачем поднял подсад? Нужно перепрыгнуть, да? Вот. Из Александра для Альвайна Кейнщина. С днем рождения. Да, сегодня мой папа, день рождения, до 25 лет. Спасибо, ребята, поздравляйте. Очень приятно, когда папу помнят и благодарят, да, поддерживали. Сбился что-то. Вот как в шахматах бокс, прокатило-непрокатило, да? Постановка кулака, еще раз, да. Здесь ты, кружка, можешь толку, здесь уже невозможно, да, здесь уже пальцы идут. Поэтому, чтобы переворачивать, переворачивать, плюс максимальный переворот дает тебе, что-то. Заряжение следующего удара. И уклона сразу атака. Ребята, вот тоже, вот у меня вот это не получается. Но это надо смотреть, это индивидуально, так вот на словах тяжело объяснить, да? Бивол, я считаю, это один из самых перспективнейших. Очень технически одаренных сейчас вот у нас боксеров. На постсоветском пространстве, да, и в мире. Почему нет? Машьянов, ну, лично не знаком. Тренера, видимо, работает тренер, что это не его первый тренер. Основная же задача, тренер, который в дальнейшем работает, есть только детские тренера, понимаете? Вот на самом деле, вот он с детьми все шикарно. Ну, там боксеров высшего мастерства спортивного, не нихнеет. Или наоборот, зато с детьми нет, но зато там мастер-международник, вот он, конечно. То есть такое тоже присутствует в разделении. Поэтому о чем поговорим, мы говорим о том, что тренер, задача тренера, который пришел, ученик, пришел боксер, что главный, не испортит, не навредит. Ну, вот, например, да, вот тоже карьера. Ну, и мне это близко, да, там, нашего легендарного тренера, боксера. Игорь Яковлевич Висоцкий, да, в Магадан. Вот, у него тренер был, папа, безусловно, в ягодном поселке. Потом в Магадане уже, да. Это гид, Борисович, который основал в Магаданскую школу бокса. И в Москву, когда они уже переехали, я тут работал с ним визу. Магадан в дальнейшем уехал в Канаду, там, умерировал, да. Виттренер, с кем начал дальше работать в Высоцкий, у кого тренироваться, он уставал немножко по-другому. Высоцкий, это уникальный шип, панчер, это ударник, который природу уже давно было. Да, это ближний подходил, там, уникальный, левый сбоку, там тоже не кружка, там, полукружка, там, боковуха. Я всем переворачиваюсь. То есть, и кружка, мы все, из нас всех так учили, у него, кто-то, полукружку нашел, да. Вот, его стали немножко перед первичной на дальнюю дистанцию работать, вот. Ну, тоже не поступлюсь, у него сеть были, да, постоянно. Болезнь, слабое место, у него был постоянный рассечением, вот, неоднократно у него ситуация, когда не подбор в проведении дальнейшего года. Шутники, три телефона отжил, да. И в то же время побеждал, сколько, трижды он побеждал, вот, вот это были, вот это вы меня извините. А, кубинец наш, самый заслуженный известный, это Стивенсен, Стивенсен, да, Стивенсен, побеждал, но они дружили. Стивенсен, вот, и до сих пор, кстати, юношка проводится на турнир памяти папы Игоря Кричевосовского, да, в Маганадской области ягодных кубинцев туда приезжают, в случае смешной был, что, это вот зимой, весной проводится, ну, лед стоит на береговку Слава-Муре, подлёдный лофт, корючку ловят, от Стивенсен, там, большой высокий человек, негр, в шапке ушах, мужик там сидит, говорю, вот эти с высоской, луку показывают, с привлечательностью природы, на льду она, бух, голову поднимают, тут негр стоит, кто говорит, все, пить, бросай, собрал булочки, чуть не ушел, шутка была такая, наверное. Поэтому по поводу битвола, по-моему, не жениться, да. Скорость, реакция, наработка, масса движений, ребята, масса, поймать мяч, вот работа с теннисным мячом, да, мячик удар, один, да. А вот этот, да, посмотрите, какая штука, как вариант, наработка техники, да, бежонка, замолок. Я что делал? Пакетик у меня висит, да, что именно смену ударов. Чтобы что сделать, да, в момента, наработка ударового движения, смену одно движение, чтобы с другого. Если я что, руку забираю, у меня сразу этот пакетик легкий, да. Александра, подойди, пожалуйста. Пакетик легкий, да, и что происходит? Дернул, полетит. А если я все-таки начинаю ударное движение, не рукой, не отпуская его, а начинаю следующей рукой. Солеченок, да. Выходящий звонок, переведет. Зависит. Вот, и посмотрите, движение, действие. Я не отпускаю, видно будет, автомальные пакетики, видно, да. Зависит, зависит, сейчас переждеваю. Что я? Или дернул, или раньше отпустил. Я начинаю ударное движение. С самого начала, когда пакетик, понятно. Сейчас перезапущу. Вот, пожалуйста. И сбоку так же, да, действие. Не отпускаю, не дергаю руку назад. А начинаю ударное движение. Что оно мне дает? Оно мне как раз вот этим легким действием, наработка, смену, одного движения, с другого. Просто меняется мир. Женщина, на самом деле, ведь даже все, что мы, мужчины, это как, ну, мое видение, мое видение, да. Ну, мужчины, это как бы такое экспериментальное существо для женщин, да. Все проверяется, все делается через меня, да. Мужик там что, стреляет из ружья, на самом деле, да. Женщина, да, хорошо, тоже на коне едет, тоже на науке. Вот, не навредило это для человека, вот через мужчину все это проверяется, и женщина начинает. Здравствуйте, чтобы здравствовали, не болели, да. Масса ситуации происходит в стране, в мире, а у нас карантин. Вдаваться в политику никакого желания нет, потому что в ней можно погрязывать. Вот, хотелось бы на самом деле, ребята, вопросы какие-то есть. Вопросы какие-то есть, то не хотелось бы меньше вдаваться в какие-то околобоксерские моменты. Просто во время тренировки, во время тренировки тяжело сдаваться, прерывать тренировку и сделать на каких-то моментах останавливаться, да. Поэтому зачастую, чаще, часто видим, что вопросы, которые интересуют вас, пожалуйста, задавайте силу своего возможности, постараюсь ответить. Школа бокса, школа бокса, что такое школа бокса, да. Название такое, название школа бокса, в основном это что? Это управлять своим телом, для каких-то действий, как в любом, как и в любой деятельности, да. Чем лучше твои тушки, руки, ноги скоординированы, тем более эффективно ты делаешь какие-то действия. Что-то лучше, какие-то тренажеры, лучше, хуже. Настолько, настолько бокс, как сказать, разносторонние. Руки, ноги, все тело, здесь, поэтому все какие-то подводящие упражнения, все тренажеры, которые существуют, если с умовшими работать, то, то, что, то, все это в комплексе работает. И по поводу карантина, ребят, ну, можно даже спрашивать, а кто-то тренируется. Ну, люди умирают, что говорить. Знаваться в полемику, что от чего умирают, что это карантин у него, что, там, дети от нашего хранения, да, побочные явления, это карантин, ой, и коронавирус, черт его знает, и умирают. Поэтому, сложно об этом говорить, что это, или не соглашаться, что этот коронавирус не существует. А когда вот в Минске, пишут, да, в Минске, у нас дети занимаются, ходят. Ну, ты, ребенка же, что ты, в любом случае, ребенка сам у тебя не пойдет, ты его приводишь, ты его переодеваешь, то есть, уже общение взрослых идет, взрослые общаются. Момент, который, как не бояться, да, боксировать, как не бояться, как не закрывать глаза, ребята, да, нормально, как бы вы не хотели, но только что. Только что, только объем, постоянно работая в парах с партнерами, не на спарринге, где тебя убивают. Рекомендую меня, суку. Вот, где тебя убивают. Конечно, легкая наработка и отработка, да, психологическая возможность. Психику тренируйтесь, когда в парах работаете, да. Не боишься партнеров, глазки меньше будут закрываться. То есть, старишь в парах. Чем больше в парах стоить, тем больше, меньше будет глазу закрываться. Христообразно, порванное каждый день. У кого какие-то вот существуют травмы, но они же уже, уже существуют. То есть, вы уже свой диагноз знаете. Кресты, как порван, значит, как какие-то напряжения на колено, не существуют, прыжки, нагрузки. Ну, то есть, зная свой диагноз, ты сам подбираешь себе упражнение. Вот. Укрепление, укрепление, укрепление кисти, да. Прекрасное упражнение. Там, пока туда, чтобы уже действовать, там, и отжиматься на тыльной стороне, там, на кулаках, на пальцах, тоже верно, тоже хорошо. Либо взять гантельку, да. По этим хватом. Что укрепляется? Предплечье, да. Связка, здесь. Так положу кисти. Здесь работает. Здесь работает. Надо рубиться в парах. Про оверхенды, кросс, в чем причем. Да, надо рубиться в парах. Да, конечно, в парах надо рубиться. Но, без фонатиза, но не всегда. Но иногда. И в парах отработать. Не вот, да. Не мое. Не, не много лет. Вот. В Америке в парах не отрабатывал. Больный бой. Рабатывший тренер. Тоже верно. Но любая работа в парах, да тут пятна, что даже просто играешь, двигаешься. Это уже отработано самого главного. Чего? Чувство дистанции. Наш советский товарищ. И в парах не только рубиться, но и отрабатывать. И вольный бой в парах тоже существует. Греции, в Греции знакомых на Киприку. Да, на Кипре были. Боксируется, ага. Думали, долгатого. Там наш советский товарищ. Там был фамилию. Вот. Прошло. Растяжка. Что-то не так не понял. Повторяешься поставить удар. Комбинат, двойка. Как выклоняться. Что минимизировать? Рисовать удар в голову. Лучше падать. Ребят, настолько вот вопросы некоторые, которые вы задаете, лучше, хуже, правильно, неправильно. Вообще такого не существует, правильно, неправильно, да? Но защитные действия. Защитные действия. Как минимизировать, да? Лучше падать на ногах вниз, внешне, двигать корпусом. Но если у тебя идет удар на движение, голова на чем находится? На шее, да? А шея на плечах. Поэтому пока ты будешь ногой делать движение, да? Если это не сокращение дистанции какой-то, ты шаг и ухожешь. Это одна ситуация. Но средней дистанции у тебя работает корпус. То есть я делаю, что я убираю плечо, и у меня уходит голову. У тебя тоже поставитель. Вот, движение сделал. Половину ширины плеч, да? Уже голова на четверть ушла. То есть плечо и голова уходит. Можно голову накладить. Тоже проскочит кулак, да? Успел, наклади башку. Поэтому все существенно индивидуально. Тренировочные процессы. Тренировочные процессы, они очень индивидуальны. Как ставится, кому ставится. Плюс существует... Существует, так сказать, сезонность определенно. Если брать соревнования, да? Соревнования, ну, берем... Чемпионат России. Чемпионат России берется там. То начинается подставка, когда... Затем...